Астаны Алена Штенгауэр, как и для остальных полсотни семей, был шок, когда они узнали, что власти хотят снести общежитие. Тогда Алена обещала, что будет до последнего бороться за свое жилье. Алена Штенгауэр, как и для остальных полсотни семей, был шок, когда они узнали, что будет до последнего. Алена Штенгауэр, как и для остальных полсотни семей. Алена Штенгауэр, как и для остальных полсотни семей. Например, глава казенного предприятия «Городская недвижимость» Мирас Щекенов, который и изымал общежитие от имени государства. Он с первых дней дал понять, что никакого альтернативного жилья он в Рыске не получит. И кроме мизерной денежной компенсации, им рассчитывать ни на что не стоит. К сожалению, государство тоже работает, не к сожалению, а к счастью, работает в рамках закона. Поэтому жилье может предлагаться либо метр на метр. То есть не идет речь о том, что будут предоставлены квартиры или еще что-либо. Речь идет о том, что будет обмен либо метр на метр в соответствии с законом, либо денежной компенсацией. Я вынужден констатирую следующее, что в силу того, что мы проводим подрядные работы, мы двигаемся по закону. Исключительно строго по закону. Поэтому вопрос такой на сегодняшний день. Да, к сожалению, мы вынуждены подавать в суды. Да, выходит решение судов. Но, я не знаю, компромисс какой-то определенный найти. То есть мы не можем просто взять и выплатить какие-то суммы, которые... Не захочет кто-то из собственного. Но выселяемые привели свои доводы. Я практически остаюсь на улице. Выселяет. Выселяет, вот, пожалуйста. Сколько вам предлагают? Мне предлагают, короче, 3 миллиона 436... Вот, 3 миллиона 436 тенге. Я как строитель, я много объектов здесь в городе построил. Ничего не куплю. Я знаю, сколько стоит кирпич. Я знаю, сколько стоит плита. Плита перекрытия. Вот. А на эти деньги я абсолютно ничего не куплю. Чиновники остались при своем мнении. И жильцы решились на несанкционированную акцию протеста, посвященную мэру города. Тасмагомбетов не бросай. Вандересовцы, уверенные, что их обращение до градоначальника не доходит, решили обратиться к нему публично. Развернули 40-метровый транспарант с просьбой к Акиму не лишать их единственного жилья. Вот как это было. Вот как это было. Дасмагомбетов! До справит! До справит! Астамов! Тасмагомедов! 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 Можете представить, представьте, пожалуйста. Астамов! Представляется. Неизвестно, кто это. Астамов! Тасмагомедов! Астамов! ТОСАМА! 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 СИМАЙ, СНИМАЙ, СНИМАЙ, СНИМАЙ! Снимаю, снимаю, снимаю. Не сопротивляйся, Карик, не сопротивляйся. На каком основании? Вот, дальше идёт паспорт. Паспорт, смотрите. Что сделать? Не надо лучше сниматься. Не споначивайте. Карик, карик. Пацаны всех собрали, посадили в автобус. У нас мирная демонстрация. У нас мирная демонстрация. Мы хотим своё жильё. Мы хотим, чтобы наш аким города, чтобы наш президент узнал и услышал, что мы остаёмся без жилья. Журналисты, вы снимали? Айгуль, посмотрите, забрали маску. Вот её ребёнок. Это её ребёнок, да? Да, это её ребёнок. Забрали, её сына забрали. И вот ещё мать забрали. Вот мать забрали. Минежан, откройте дверь. Откройте. Вот тогда ребёнка заберите тоже с матерью. Отдайте сюда женщину. Заберите ребёнка тогда тоже. Откройте дверь. Сволочи. Пускай забирает нас всех нас детей. Пускай забирает дверь. Дверь откройте. Откройте дверь. У нас был мирный митинг. Мирный митинг. Смотрите, что мне сделали. Ребёнка оставили, и мать забрали. Молодцы. И это ещё наш Казахстан, в котором государстве мы живём. Мирное государство. Мирное государство. Маму забрали, а ребёнка оставили. Мы были сегодня за своё жильё. Не слушайте городской Айгемат. Они всё устроили. Я ещё раз повторюсь. Я ещё раз повторюсь. Я ещё раз повторюсь. Люди, я слушайте. Я ещё раз повторюсь. По рыночной стоимости. Съятия соответствующего по рыночной стоимости. На основании этой рыночной стоимости. Нет, это не стоит синхрон. Это титр. Крупный стол. Крупный стол. Дай нам жильё. Адумайся, что ты делаешь. Государство нам жильё не даёт. Оно нас обманывает. Они даже наши квадратуры не отдают. Депутаты нас тоже обманывают. Нам ничего не дают. Нас всех выкидывают на улицу. Крупный стол делают. Мы уже забрали. Это что такое? Это мы живём в этом государстве? Мы живём в Казахстане. Ключевую роль при отстаивании прав вундересовцев сыграл местный правозащитник Балапек Блялов. Именно его арестовали на трое суток за эту скандальную акцию у стен Акимата. Вот что он заявил в первую очередь выйдя на свободу. Мы на том пути, на котором мы стоим, мы не съедим никуда. Но будем разрабатывать иные тактики. И есть у нас задумки, конечно же. Я думаю, мы будем чередовать как определённые компромиссы. Будем искать определённый компромисс с властями. Но если они опять не пойдут, я как и сказал, пусть мы их врагами не делаем, но если они нас врагами будут делать, мы тоже готовы пойти на более радикальные действия. Но компромисса не получилось. Акимат по-прежнему штамповал решение о принудительном выселении жильцов через суды. Тогда уундересовцы решили поодиночке пикетировать городскую администрацию. Одиночные акции протеста длились почти 4 недели. Все они заканчивались задержаниями и штрафами. Не соберите плакан, не надо. На каком нужно? Я же вам говорил, объясняю. Порядок, порядок. Если плакан подкройте, это считается уже пикет. Это не пикет. Почему пикет? В законе написано конкретно. Любое проведение действия, акция протеста считается пикетом, митингом. Я согласна, но нас не слушают просто. Сотовую не выключайте, самое главное, чтобы мы могли. Это будет бесполезно. Одновременно с персональными протестами жильцы общевики судились и организовывали митинги с другими протестными группами Астаны. Один за всех! Все за кого! Один за всех! Все за кого! Мин! Казах! Мин! Казах! Феномен Ундереса в том заключается в том, что у нас многие люди уже ждут до конца, когда все уже проблема закончилась, когда нет уже механизмов решения этого вопроса, только тогда они выходят на акции протеста. Феномен Ундереса заключается в том, что они вышли на акцию протеста не дожидаясь завершения своего результата, а сразу же начали говорить, что позволило уже в дальнейшем включиться вот этим правовым механизмом. И поэтому такой положительный результат. Поэтому акции сделали самое главное в этом деле. Только через два года упорного противостояния власти пошли на уступки. 14 семей, которые не согласились на денежную компенсацию и боролись, получили новые квартиры в центре Астаны. Вот это квартира в 50 квадратных метров, новый дом Алены. Хозяйка не нарадуется новому жилью. Теперь она точно уверена, за права нужно бороться и желательно публично. А глаз к большому количеству народу уже будет по-другому. Даже тот же самый акимат будет по-другому себя вести. А если сидишь, сидишь и будешь до последнего сидеть, непонятно, ничего. Надо отстаивать свои права все равно. Какими средствами? Хорошими, плохими? Ну, конечно, уже не выше закона идти, но все равно. По ступенькам закона находить те лазейки в законе, что действительно они на нашей стороне, действительно нам положено. Действительно, человек, который столкнется в такой ситуации, он должен искать свои лазейки. Куда, что, помочь, не оставаться один, а быть сплоченными, искать правозащитников, адвокатов. СМИ поднимать все равно все надо, чтобы это давалось огласки большим. Случай с жителями общежития по улице Унгресс уникален. В условиях тотальной коррупции, авторитарного правления и наложенного табу на любой публичный протест. И тем не менее, история – это яркий пример того, что только объединившись, граждане могут добиться от власти соблюдения законов. Даже если ради этого придется этот самый закон нарушить. Побой, живут, пожалуйста. Если мы поднимаем...